Единственным основанием для волеизъявления человека является наличие у него молдавского паспорта. Место его жительства, его политические взгляды, язык, на котором он изъясняется и так далее, его национальность не играют никакой роли. И если к тебе на участок идет человек с молдавским паспортом, ты обязан ему предоставить такую возможность. Вот и все. И других вариантов быть не может, но у нас, еще раз говорю, улично-телевизионно-пропагандистское правосудие. У нас улично-телевизионно-пропагандистская политика. Еще раз говорю, господин Гроссу нарушил закон. Он не имел права препятствовать голосованию жителей Приднестровья. Это уголовное преступление. И у меня, да, есть вопросы к той же прокуратуре. Почему правоохранительные органы и прежде всего прокуратура не возбудили уголовное дело по соответствующей статье закона против Гроссу? Почему? Потому, наверное, тут, потому что прокуратура, не знаю, там, коррумпированная, как говорит Майя Санду. Ну, только кто тогда ее коррумпировал в случае с преступником Игорем Гроссом? Таких примеров много? Таких примеров много. И я хочу сказать точно, что такие вещи не способствуют реинтеграции нашей любимой Родины. Не способствуют. Нельзя препятствовать голосованию наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Не имеете права. Не имеете никакого права этого делать. Это наши граждане. Это наша общая страна. Не имеете права. Продолжение следует...